Добро пожаловать в мультимедийный центр теплоэнергетики. Здесь у нас зона ожидания. Это то место, где люди, пока не ждут свою экскурсию, могут познакомиться с компанией ТЭПЛЮС, посмотреть географию деятельности, какие мощности и так далее, что она делает. Как работает теплоэлектростанция, как в квартиры попадает горячая вода, на каком топливе работает ТЭЦ и какая температура должна быть зимой в помещениях. Об этом и многом другом можно узнать в мультимедийном центре теплоэнергетики, который открылся на парковке возле Оранжа, и здесь уже побывали первые посетители. Визуализация, 3D-исполнение, доступность, простота, всё в комплексе, мне впечатлило, и я остался очень доволен, что сегодня посетил эту выставку. Мультимедийный центр разделён на несколько залов, и в каждом из них множество интерактивных элементов. Здесь визуальные эффекты переходят в познавательные игры, а наглядное разъяснение информации в задачки, которые надо решить и узнать что-то полезное. Интересные факты о теплоэнергетике здесь повсюду. Их рассказывает не только экскурсовод, но и виртуальные помощники. Для начала нам нужна вода, которую будем нагревать. Мы берём её из городского водоёма и направляем в специальные резервуары для последующей очистки. После всех процедур её можно даже для заваривания чая использовать. Экскурсии будут интересны для посетителей любого возраста. Взрослые получат полезные советы по энергосбережению и действию приборов учёта. А дети активно отдохнут в специальных игровых зонах, помогая героям игр пройти квесты и попутно изучить правила поведения возле энергообъектов. И самое главное, говорят организаторы, здесь можно всё трогать, крутить и нажимать. Ну а подростки смогут понять, чем занимаются теплоэнергетики, и, может быть, определиться с будущей профессией. Наш мультимедийный центр ПАО «Т-Плюс» даёт профориентацию школьникам старшего поколения, школьникам младшего поколения, даёт какую-то оценку того, где безопасно, где небезопасно, и как вести себя в той или иной ситуации, как вообще у них происходит процесс того, как горячая вода попадает к ним в раковину, когда она умывается с утра. Экскурсии в мультимедийном центре теплоэнергетики будут проходить ежедневно до 9 мая. Старт каждые 20 минут. Вход свободный, но необходимо записаться либо на сайте, либо по телефону, либо в самом центре.